Всем огромный привет из солнечного Прованса. Бонжур, месье. Доволен, ты контакт? Да, я на каникулах. Я на каникулах. В отпуске. В отпуске. В отпуске. Он в отпуске. Десять дней отпуска. Поэтому Александр будет отдыхать. Вчера пришел поздно. Никакой. Спать, спать. Пойду на море. На море? Гулять. Говорит, на море пойдем гулять. Нет, сегодня утром мы решили сделать с Александром большую закупку. Все купить, чтобы не ездить по магазинам. Не знаем, что там творится в магазинах, так как у нас фуры заблокированы на автодорогах. Может быть, не везде полки наполнены продуктами. Но ничего страшного. Купим, что есть. Ой, ой, ой. И потом просто будем здесь в деревенском магазине что-нибудь докупать, чтобы не мотаться по этим постоянным магазинам. Какие у нас планы? А никаких у нас планов нету, так как мы остаемся дома. Владислав на учебе. Александр будет отдыхать, читать, спать. Я буду ему что-нибудь вкусненькое готовить. Будем гулять. Очень хочется на природу. Давно мы уже не гуляли на природе, поэтому будем гулять с ним, Александром. Поедем, поможем Даниэль все, что нужно. Может быть, съездим в город, в Экс-эн-Прованс. Не знаю. У тебя имя Экс-эн-Прованс? А я имя. Он хочет в свой любимый город Экс-эн-Прованс ездить, погулять. Так что так, такие у нас планы. Планы никакие. Вон. Погода у нас. Французы, видите, его возле магазинов. Делают сегодня закупку. Бензин евро восемьдесят пять. Недорогой. Недорогой? Нет. Нет. Недорогой, говорит. Нормально. И вот у нас тепло сегодня. У нас сегодня шестнадцать градусов на солнышке. Машина стояла, наверное, чуть-чуть поменьше, может быть. Я позвонила Светлане. Она говорит, у нас сегодня холодно. Снова холодно в Париже. Ну, Париж с Провансом, конечно, не сравнится. В Провансе уже пахнет весной. Такое чувство, что уже скоро будет цвести миндаль. Когда будем гулять с Александром, буду вам показывать много природы, если будем гулять. Вот. И настроение хорошее. Замечательное. Владислав сегодня дрыхнет, можно так сказать. Но, говорит, мам, пойду после обеда в спортзал. Я говорю, что так много ходишь в спортзал? Мне четыре дня. У меня четыре тренировки на разные мышцы. Поэтому мы такие уже так думаем. Наверное, кто-то появился. Может быть, появилась подружка. Алекс говорит, он, наверное, там подружку завел. Что-то у нас сын зачистил на спорт. Ну, самое время, в принципе. Самое время. Уже 17-й год идет. Как быстро. Нет. Что я говорю-то? Да! Да! Ой, я уже даже сама не поверила. В октябре 17 лет уже. Вау, вау, вау. Вы его маленьким видели. Вон. Приехали. Я его снимала. Сидела на полу. Песню пел. В школе учили. В начальной. И уже как все быстро. Знаете как? Я вам тут пока крестности покажу. Вчера за столом сидели. И Александр такой, глаза выпучивает. То есть, на меня смотрит, улыбается. Я говорю, ну, я поняла сразу. Потому что у нас Владислав взял 100% всего от Лильяна. У него характер Лильяна. Правильно? Правильно. 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 Он достаточно такой, можно так сказать, сам в себе. На самом деле он очень добрый. В то же время он может быть закрытый. Но любит всех родственников. Любит своих друзей. И в последнее время увлекается политикой. Смотрит. Мы там думали, он там приходит, играет во что-то. А он там всякие политические передачи. Что в мире происходит. Учит русский язык. Там вообще уже молодец. И вот за стол мы всегда обедаем. И ужинаем вместе. Завтракаем. Когда возможно обедать. И у нас нет телевизора на кухне. Но в салоне у нас телевизор. И вот отключаются новости. И начинается обсуждение. И Влад там первый все обсуждает. И политику. И экологию. И про все на свете. Там такое выдает. У нас с Александром большое удивление. Мы с этой стороны Владислава не знали. Совершенно. Так что вот так меняется сын. И Лильян был точно такой же. Ему только дай о политике поговорить. Лильян. Лильян. Сурви. Лильян. Сурви. Сурви. Сунифи. А ведь Влад. И продолжаем. Сурви. Он говорит. Видите. Он говорит. Лильян продолжает жить в Лавладе. Да. А у меня сейчас слезы больются. Ладно. Отключаюсь. Мы сейчас заедем в Био. Нет. Сначала мы в Гран-Фре. Потом нам надо в Лидоле. Я куплю там наш любимый шоколад. Вам сделаю мусс шоколада. Очень вкусный. На канал Худеем по-французски. Сильно Франц. Правда сегодня расстроилась. Что вообще на канале нет просмотров совершенно. 360 просмотров на рецепт. За 5 часов. Представляете. Девчонки меня в телеграм-канале просят. Лена продолжай рецепт. У меня никакой мотивации. За месяц 16 евро на канале набежало. Вот. С таким количеством подписчиков. А тебе добавь все? Уже более Гран-Фре. У него. Ничего страшного. Просто мы сначала хотели в один магазин. Сейчас в другом. Поэтому. Я прошу вас подписаться на канал Худеем по-французски. Сильно Франц. И поддержать меня. Лайком и комментарием. Все. Мы подъезжали. Ну вот мы стоим в пробке. Наши сельскохозяйственные работники заблокировали дорогу. А. Наши сельскохозяйственные работники заблокировали дорогу. А? С самыми сельскохозяйственные работники заблокировали дорогу. Ну как мы сейчас устанавливались дорога. Но мы не можем проехать в магазин. Ну. Built the pegish иди... иди... в биомагазине мы не съели пули иди на пули в биомагазине мне сказали пули сегодня нету у нас... Ага, он не может широкий. Ага, он идет дальше. Ага, он идет дальше. Так, придется нам поворачивать. Я не знаю, они авансируют авансировать. Да, может быть, он идет. Потому что нутсу, он должен вернуться. Ага, потому что он идет дальше. Да, да, но... Франция сегодня. У меня вот такая франция. А что делать? Он не правый. Едем в другой магазин. Посмотрим, заблокировано там или нет. Хорошо, что мы отоварились. Я купила мясо. Там все, что необходимо. Немного в биомагазине. Если вдруг сейчас заблокировано, поедем во второй биомагазин. А вот так. А Франц? Да. Если протежит. Да, да. Да. Тепанский есть причина? Да, конечно. Я говорю, а они правы? Он говорит, ну конечно. И ланчат также французские. Нужно, чтобы люди прокупали все французское. Так, магазин Leclerc не заблокирован. Наверное, они заблокировали только те магазины, которые больше всего берут овощи и фрукты. Не французские. Дискунты. Так, мы сейчас заправим на всякий случай машину. А то если автодороги будут блокировать долго, то не будет бензина. Александр сейчас заправит и пойдем за покупками, пока французы обедают. Сейчас узнают, что заблокировано все. Поедут быстро скупать все в магазине. Я купила большой пакет соли. Соль это очень важно, поэтому я думаю, куплю-ка я соли. Очень хорошая, знаете, я давно ее искала. Такую прям черную соль хорошую. Не черную, а такую прям серенькую. Ну вот, покажу вам потом все, что купила в биомагазине интересного. Моя искала водоросли, но водоросли в биомагазине очень дорогие. Малюсенький пакетик, там наверно 100 грамм. Ну хорошие водоросли, но стоят дорого. То ли 8 евро, то ли еще что-то. Там вообще немного. Поэтому посмотрим сейчас в магазине Люклер. И мне нужно зайти в аптеку, у меня магнезиум закончился. Алло, все хорошо? Алло, сколько? 40? 40? Нет, на 40 евро он... На 40 евро он... 40? На 40 евро заправился. Он говорит недорогой евро. 71? Это... Это в Алгерии. Это в Алгерии. Это в Алгерии. Это в Алгерии? Да, в Алгерии. Это всегда был. На 40 евро в Франции. Ага. И в Алгерии это... Это только в Алгерии. Так. Из Алгерии для солнца у нас бензин. Позвонили сейчас Даниэль. Я говорю, не выезжайте никуда сегодня лучше. Сидите дома. А то вас там в пробке где-то застрянете. Она говорит, хорошо. Вечерняя прогулка с Александром. Вы мне говорите, Лена, у вас такая красивая деревня. Ты ее почти не показываешь. Мне кажется, что я только и делаю. Что свои прогулки показываю. Вот. Башня осталась от замка. И здесь живут люди. Дышали? Уже... Сколько времени? Наверное, 6 часов? Не спал. Вон я. Французы. О, нам красиво. Старинные канделябры. Там свечи-то. А? Вот. Смотрите, дверь. Заходишь домой. Поднимаешься. В замок. Там окошко. Замок. 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 Замок с... Еще? Ферматюр. Замок с шатуром. Это еще? Ну и что ли? Вот так. И где живут? Почему? Словерия. Красота. Уже мы посмотри. А, оно совершено. Солярюра была. На большая деревня у нас, но самая красивая часть это вот старинная просто часть. А так-то ничего красивого. О, как украсили. Видите? Красиво. Как он декоры. А вот подъезд снова открыт. Можно посмотреть. О, какой темный подъезд. Узкая, узкая лестница. Как в замок старинный. Жасминчик, который мы с вами всегда наслаждаемся этим жасмином. Вечером стало прохладно. В обед была теплота на 20 градусов. Почти на солнце поднималась. А сейчас прохладно становится. О, как там красиво у кого-то. Вау. Сажури, а? Да. А, это не ленжерка с ума, да? Да. Олег говорит, красивые есть деревянские дома. Это бы и лили, да? Да. А если ты не посыпал в шоке, то бы и лили. Он бы посыпал, а у дабы, конечно, в 8-ми раз. А, да, да. Да, да. Да, да, да. Это где-то сглазер. Это где-то сглазер, ты знаешь? Ага. Да, да. 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 А, да. Это здесь. История, как они... Это... Лёд. Раньше же не было холодильников. А потом, ты видишь, они собирают лёд. Они собирают лёд. Они собирают лёд. Лёд. Лёд по-французски. И потом вот... Забирали. Для замка. Чтобы хранить продукты. Вот это у нас, вот смотрите. Это... Пуртире. Да. Чтобы стрелять. Пуртире. Да, да. Здесь ещё одна. Пуртире. 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 Здесь осталась очень маленькая часть. Здесь и осталась очень маленькая часть. Здесь очень приятно. А, да. И, да. И, да, они всё очень приятны. Они просто... Фашисты всё здесь. Чтобы поставить свои пушки, они всё разрушили. Здесь была очень красивая стена с рампарами. Да, так же. Ну хоть столько сохранилось истории. Все равно красиво. Почти замок в каждой деревне Франции сохранился. Это уже дорогого стоит. Скоро все зацветет. Миндаль зацветет. Будет красиво. Сейчас еще деревья голые стоят. Сейчас идем домой. И у нас сегодня у мужчин будет фондю. Мы уже готовим овощи. У меня будут овощи с рыбкой. А месье с Александром будут делать фондю. То есть оно уже сделанное. Мы купили. Все-таки мы сделали покупки. Магазин Беклея был не заблокирован. И там в принципе все было на полках. Народу было очень мало. У нас цветы какие-то цветут. На сурепку похожа какая-то. Это не сурепка, конечно. Ну сейчас вот новости Алекс смотрел по всей Франции. Магазины, конечно, не блокируют. Пропускают. Машины не пропускают, а людей пропускают. А у нас прям вообще не пропускали в магазин. Смотрите, как оливковые деревья подстригают в ровансе. Такие делают шапочки. Это платан, Шри? Ну? Нет, нет, нет. Указанцы, у него есть, в Афганце. А, мюрье. Я думала, это платана, это не платана, это мюрье. Ягода-то как она называется? Мюрье, типа, как она называется. О, черная, такая длинная. Не ежевика, а может, и ежевика. Вечером у нас раклет. Вообще, раклет французы едят просто с хлебом, с кусочками хлеба. Берут на специальные вилочки хлеб и макают в сыр. Здесь у нас четыре разных вида сыра. Конте, груяр, я уже забыла, какой еще. Добавляется белое вино и добавляются специи. Но Александр у нас очень любит с отварными овощами. Он не ест с хлебом, но Владислав кушает с хлебом и с нарезкой, с различной. Так что нам всем приятного аппетита. А, да? Мы, это, 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 это муэлл, левая и маль. Это они, которые送ли, и маль. Сейчас я объясню. Ты посмотрел так. И через 1 час ты их comptаешь. А, 1 час? Да. Через 1 час. Ты их comptаешь, я, для маль, я не comptала 28 муэлл в 10 маль и 4 маль. Сегодня во Франции день птиц. И министерство попросило... Это какой министер? А, нет, я не знаю, что это. А, это по министер? Да, это музей истории... А, музей. Музей истории природы. Музей истории природы попросил сегодня всех французов посчитать птиц, которые прилетают к вам на террасу или в сад в течение часа. И Александр вот занимается любимым делом. что он насчитал? Руж-горж это у нас как по-русски это не синица. с красным. И моно это у нас муэль и муэль. Ну, и просто воробьи, наверное. Мы, это у нас и это. У нас Понятно. Вот. Я в птицах попробую. Птицах. Птицах. Он говорит, пошел дальше считать. Вот он уже целый час стоит. Он говорит, где-то он хочет. А, да. И у него он хочет. Ладно. Он хочет. Я лучше буду готовить обед. У нас сегодня овощи и мясо. Вот. А потом мы поедем к Даниэлю. Я добавила тертый орешек макадамия. Он считается самым противовоспалительным. И теперь в холодильник. крем простоял в холодильнике примерно два часа. Очень хорошо застыл. Загустел. И давайте посмотрим, какой он внутри и попробуем. О, какой он густой. Смотрите. должен быть очень вкусный. Сейчас буду пробовать. Вы просто не представляете. Это лучше всякого мороженого, пирожного. Это невероятно вкусно. Ммм. Очень советую. Подписывайтесь на канал. Здесь много полезных вкусных рецептов на разные вкусы. Смотрите. Смотрите. Продолжение следует...